Первая явка избирателей составила 77,22%, что на 3% больше, чем на парламентских выборах 2016 года. Если говорить об избранных депутатах, а избраны 110 депутатов по 110 избирательным округам, то можно сказать, что из 110 избранных избрано 19,1% членов политических партий или 21 человек. При этом партии распределились следующим образом. 1 из Аграрной партии, 2 из Патриотической партии, 11 из Компартии Беларуси, 1 из Либерально-демократической партии и 6 из Республиканской партии Труда и Справедливости. Если сравнить с выборами 2016 года, то представителей партии было меньше. Сейчас 21 было 16, то есть на 5 произошло увеличение членов политпартии в парламенте. Из избранных депутатов женщины составляют 44 человека, 40%. То есть мы двигаемся просто к европейской гендерному требованию, где до 50% предлагают, чтобы было не менее 50% женщин в парламенте. Сразу могу сказать, что это в принципе значительный рост, потому что в 2016 году было избрано 38 женщин или 34,5%. То есть 5,5% произошло прибавление женщин в парламенте, гендерная составляющая. Граждане в возрасте до 30 лет, их избрано двое в этом году. Это маленький процент, но в 2016 году, судя по данным, их не было вообще. То есть людей этого возраста. И депутатов Палаты представителей действующего созыва избрано 30 человек или 27,3%. Это то, о чем говорил глава государства, что желательно, если треть парламента будет переходить в новый созыв. Кто же эти люди, которых избрали? А, сначала у нас журналисты вчера очень интересовались голосованием граждан за рубежом. И вот я могу сказать, сразу же на моем выходе мне вручили письмо Министерства иностранных дел, протокол о результатах выборов на наших зарубежных участках. Общее число избирателей, которое было включено в списке, 4789 человек. Число избирателей, получивших бюллетени, 3276 человек. И досрочно проголосовало 1547 человек. И как голоса распределили, всегда интересуются. Так вот, больше всех, несмотря на то, что у нас в западном государстве живет очень много наших уехавших отсюда демократов, на первом месте они все были присоединены к Купаловскому избирательному округу номер 95, на территории которого расположен МИД. Так вот, первое место занимает Орлова Оксана Евгеньевна. Она набрала на 779 голосов избирателей. Она является членом Компартии. И ее занятие основное, она директор детского городка Ленинского района. То есть, в общем-то, человек, который занимается социальными вопросами. Если взять, кстати, вот сейчас проверим, а как в городе Минске этот человек избрался, я имею в виду, по итогам голосования на избирательном округе. Нет, в городе Минске избралась Сайганова Татьяна Ивановна. Это депутат, нынешний депутат, действуя уходящего созыва, скажем так. Итак, если говорить о тех, кто избрался, то ночью я еще не была готова представить много персон. Сейчас я готова. В общем, кратко о некоторых сообщить депутатов. Ну, во-первых, медицинские работники. Вообще, социальные работники, медицина, культура, образование – это, наверное, самая большая группа тех, кто участвовал в выборах. Итак, избранные медработники следующие. Крачка Инна Юрьевна – это заведующая городским родильным домом города Орши. Одинцова Светлана Владимировна – заместитель главврача Полоцкой центральной городской больницы. Бегеба Валентина Константиновна – директор детский реабилитационно-оздоровительный центр «Светанок». Ну, избранный действующий депутат, это очень известный в стране врач, Людмила Эдуардовна Макарина Кибак. Избранный действующий депутат Курсевич, это тоже врач. И избран по первому разу Гацко Владимир Владимирович, главный врач учреждения «Бобруйская центральная больница». Вот это доктора, из них только один мужчина. Если говорить о судебной власти, правоохранительных органов, то вполне достаточно известные люди. Например, Дубов Александр Васильевич, заместитель генерального прокурора. Кстати, он шел по Сининскому избирательному округу Сино Витебской области. И хочу сказать, что раньше Александр Васильевич работал прокурором этого района. Ну, значит, хороший прокурор, население поддержало. Желнерчик Людмила Николаевна, начальник отдела анализа управления Следственного комитета. Амелья Янюк Александрович, председатель суда Пинского района города Пинска. Любецкая, член Верховного суда. Вот она шла по моему избирательному округу, кстати, я голосовала за нее. И судя по интервью, которую отдал глава государства, он тоже голосовал. По крайней мере, это прозвучало в его ответе. Ну, если говорить о работниках образования, то избран Папку Павел Иванович, это проректор по воспитательной работе Барановичского госуниверситета. Широкая Вера Владимировна, директор Бобруйского государственного колледжа имени Ларина. И Сдорикова Людмила Евгеньевна, директор средней школы города Могилёва. Представительная и исполнительная власть представлена Бартыш Светланой Владимировной, это председатель Драгического районного совета. Гончук Андреем Александровичем, председателем Белынического районного совета депутатов. И понасеком Василием Васильевичем, председателем Минского городского совета. Вот в отношении общественных объединений избрана, например, Голуб Наталья Григорьевна, она является первым секретарем Берёзовской районной организации общественного объединения Белорусский республиканский союз молодёжи. И, кстати, избран по городу Минску Сергей Калишевич, который возглавлял Минскую городскую организацию союза молодёжи. В городе Витебске избран председатель Витебского городского исполнительного комитета Николайкин. В городе Витебске избрал ректор Витебского государственного университета имени Машерова Егоров. Хотела бы указать, что переизбран на новый срок Андрейченко Владимир Павлович, председатель палаты представителей. Председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Шевчук избран. Поэтому, как видим, люди все достойны и они представляют самые различные ветви власти и сферы деятельности. Есть же, кстати, много представителей производственной сферы, транспорт, связь, но, может быть, они менее известны, поэтому сюда мне не выписали указанных лиц в числе избранных. Вот таковы предварительные итоги выборов. Сегодня в течение дня будут поступать более подробные сведения, сколько за каждого кандидата в депутаты проголосовало избирателей. И я хочу сказать, что 22 ноября Центральная комиссия планирует подвести итоги выборов. На данный момент жалоб, по крайней мере, за это утро поступило 4, причем это даже не жалобы, а обращения, потому что там были просто вопросы даже некоторые от избирателей. Одна анонимка, кстати, в отношении неизбранного депутата, но такая, скажем так, неприличная анонимка, потому что она подчеркивает национальность депутата. Не та национальность, не той национальности депутат избирается. Ничего там другого нету и она не подписана. Поэтому, как вы понимаете, это тоже вообще не вопрос, который подлежит разрешению. Поэтому я прекрасно понимаю, что наши наблюдатели проснутся и, конечно, будут направлять нам какие-то определенные акты. Но я надеюсь, что мы и окружные избирательные комиссии с этими вопросами справимся. На что жаловались? Ну, жалобы были в основном до выборов, это жилищно-коммунальные вопросы. Но я могу сказать, что есть жалобы вообще необоснованные, которые касаются и вопросов применения, например, белорусского языка. Нескольким людям показалось неправильным, что на избирательных участках информационные плакаты и бюллетени изготовлены только на белорусском языке. Ну, вот я вам сказала вопрос национальности. Это вообще очень редко для Беларуси, чтобы поднимались вообще вопросы, связанные, это даже неприлично, скажем так. Ну, может быть, размещение участков, да. Причем, вот вчера была жалоба от одного из инвалидов о том, что ему дали проголосовать, его встречали волонтеры, коляску подняли. Но почему сломан пандус? На что потрачены бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков? Сразу же могу сказать, что деньги налогоплательщиков на оборудование избирательных участков не тратятся почти. Мы даем только на канцелярские товары. Все остальное у нас оборудуют и предоставляют помещения те организации, в которых расположены избирательные участки. Поэтому средства, которые на это тратятся, это средства организации совершенно иных бюджетов. Лечите вы максимум порушением законодавства то, что вот эти бюллетени были складены такими пачками по некольке бюллетеней, у которых там было значительно больше, чем 3-4. Спасибо. Дело в том, что, естественно, закон прямо указывает, что бюллетени по каждому ящику для голосования должны считаться раздельно. И это знает каждый председатель. Однако эта ошибка является технической, и она не влияет на итоги подсчета голосов. Поэтому мы, конечно, укажем председателю, он не обязан уведомлять о совершенной ошибке. Об этом нас уже уведомил наблюдатель. Кстати, я жалобу, подписанную вот этой фамилией, это, наверное, вот единственная такая жалоба по подсчету, просто вы ее назвали фамилию наблюдателя. Я сегодня уже утром видела. Поэтому она будет рассматриваться, будет даваться оценкам действия председателя избирательной комиссии. Другое питание. Допускаете вы, что на этом участке отбылись макчимы укиданы до терминовым? Я не могу со слов допускать что-либо. Эту жалобу будет проверять окружная комиссия. Она и представит при подведении итогов, учтет все обстоятельства. Спасибо.